Девушки отдыхают Вкусно-качество мы сделали контрольную закупку Старт дан! Сегодня первый день Шукшинского фестиваля В нашем выпуске интервью с московским гостем Мечтаю, что я наконец-то побываю в Сростках Это информационный канал «Город» в студии Елена Кузовкина Здравствуйте! Очередная страшная автокатастрофа унесла жизнь человека Накануне вечером на Зминогорском тракте в Барнауле Столкнулись две грузовые фуры и легковая «Шкода» Предположительный виновник аварии погиб ДТП произошло недалеко от остановки школы садоводов Водитель грузового автомобиля «Хина» ехал по направлению калманки Врезался в «Шкоду» Она двигалась в ту же сторону От удара легковушку выбросила с трассы в кювет А фура вылетела на полосу встречного движения И там столкнулась с грузовиком марки «Вольво» По некоторым данным, предположительный виновник аварии 21-летний водитель «Хина» угнал автомобили До того, как попасть в ДТП на Зминогорском Совершил в городе еще несколько мелких аварий Сейчас эту информацию проверяют В результате дорожно-транспортного происшествия Водитель автомобиля «Хина» от полученных телесных повреждений Скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи Водитель автомобиля «Вольво» получил телесные повреждения Оказана медицинская помощь, не госпитализирован Трагедию в Сочинском аквапарке обсуждает вся страна Там утонула 4-летняя девочка Она упала в бассейн, когда взрослые оставили ее без присмотра А мы в этой связи вспомнили ЧП в Барнаульском аквапарке 29 декабря там утонул 9-летний мальчик В настоящее время расследование уголовного дела продолжается Следствие проводит экспертизы, в том числе строительную и техническую Ранее было предъявлено обвинение начальнику службы спасателей Некоторое время он находился под стражей Сейчас мера пресечения изменена на подписку о невыезде Тем временем аквапарк продолжает работу в обычном режиме Арбузы летом одна из самых популярных ягод Бахчевы культуры появляются на Барнаульских прилавках уже в июне Ну а пик продаж традиционно приходится на август Так что сегодня число желающих полакомиться арбузами стремительно растет Откуда их к нам привозят и проходят ли они фитосанитарный контроль Выясняла Лариса Куренкова Россельхознадзор, документы хотим посмотреть на груз Эксперты Россельхознадзора ходят по арбузы каждую неделю Проверить следуют ли продавцы букве закона Сегодня рейд проводят на одном из крупнейших барнаульских рынков Здесь, например, торгуют бахчевыми из Казахстана Специалисты запрашивают наличие фитосанитарного сертификата Этот документ подтверждает фитосанитарную безопасность груза То есть, что груз в стране-экспортере проверен Карантинные объекты в данном грузе отсутствуют Одно из самых популярных нарушений Поясняют в надзорных органах способ перевозки арбузов Говорят, нельзя, чтобы под стилкой служили камыш или солома В них могут быть трудноискоренимые сорняки Они могут попасть в посевы сельскохозяйственных культур и засорять их уже И частым нарушением является то, что грузоперевозчики По прибытии груза на территорию Российской Федерации Не извещают специалистов Россельхознадзора Чтобы мы провели фитосанитарный контроль Осмотрели груз, проверили документы На качество продукции подобный способ реализации не влияет Однако для рядового потребителя куда важнее съедобность и безопасность для здоровья самой ягоды На рынке нам предоставили сертификат соответствия И каждый покупатель вправе потребовать такие документы Только после этого выбрать арбуз на пробу Арбуза надо смотреть, как бить, она звенит Вот таком голосом надо его выбрать А который бьешь, она тупая, а вот так голоса не дает, не звенит Значит, это слабо, не очень, потому что это невозможно его Продавцы с уверенностью заявляют Арбузы спелые и без нитратов Говорят, чем моложе ягода, тем опаснее Но самое оптимальное время для приобретения Август и сентябрь И лучше, чтобы бахчевые были привезены из теплых стран Где им хватает солнца И выращены они в естественных условиях Без стимуляторов Чтобы проверить арбуз на качество Мы сделали контрольную закупку И сейчас мы отнесем его в лабораторию Анализ на содержание целой группы вредных химикатов Уровень радиации и удобрений занимает двое-трое суток Нам провели экспресс-тест только на содержание нитратов Поскольку население с настороженностью относится именно к этому веществу Его должно быть не больше 60 миллиграммов на килограмм Это взрослому человеку нужно съесть около 3-5 килограмм арбузов В котором содержание нитратов на уровне предельно допустимой концентрации Чтобы получить какое-то отравление В данном образце мы нитратов не обнаружили Подтвердить стопроцентную безопасность По всем параметрам в лаборатории сиюминутно не могут Не советуют также приобретать арбузы у дороги Поскольку даже за сутки от выхлопных газов в них может накопиться чуть ли не вся таблица Менделеева Ну а нитратов, говорят, можно практически не бояться Арбузный сезон вступает в свои права Лариса Куренкова, Алексей Фризин, информационный канал «Город» Хочется пожелать в дальнейшем хороших информационных поводов От которых иногда страдают наши журналисты Потому что их нет Вот, поэтому, чтобы жизнь в городе была бурная И вы всегда об этой бурной, интересной жизни снимали замечательный, хороший репортаж из праздника 20 барнаульских семей, живущих в аварийных домах Сегодня осматривали свои будущие квартиры По адресу Взлетная, 50, для таких, как они, специально построен дом В продолжении темы репортаж Алексея Янкина Очередь в жилищный отдел протянулась от самого входа в здание С 9 утра здесь настоящий ажиотаж Жильцы аварийных домов пришли узнать, где теперь будут жить Адрес их будущих квартир определяют, как на экзамене Вытягиванием бумажки Вера Плясова выбирала за маму Валентину Чувашову Четверть века, прожившую в деревянной двухэтажке в Затоне Ну вообще третий этаж достался, мне кажется, в самый раз Ни высоко и ни низко Пятый этаж достался соседям Чувашовых Петуховы тоже переберутся в новые апартаменты Из квартиры с удобствами на улице Очень долго мы шли к этому моменту Мы прожили в этом доме более 25 лет Жить невозможно было в нем После затопления, естественно, даже на пол нельзя встать Дом на Взлетной 50 еще пахнет краской Его построили специально для переселенцев из аварийных домов Скоро сюда заселятся 160 семей со всего города Некоторые счастливчики сегодня улучшили момент И посмотрели новую жилплощадь Ниже замочек открываете, осматриваете квартиру Прошу вас, доказать, не трогай В числе первых порог благоустроенной квартиры На Взлетной 50 переступили Валентина Чувашова с дочерью Вместо 37 квадратных метров в аварийном жилье У них теперь есть 40 в новостройке Ну и как? Светлая, правда? Правда Самое главное, ремонт делать не надо Строители сдали жилье под ключ Осталось повесить люстры, шторы, поставить мебель И можно жить Слава Богу, дожилися Теперь можно жить То я хотела умирать, а теперь шумнорать не надо В комитете ЖКХ говорят, было непросто добиться того, чтобы площадь новых квартир Была равной той, где раньше жили переселенцы Квартиры в данном доме и вообще по программе переселения граждане получают несколько больше Потому что в том жилье, где они жили, там не было у них удобств Не было туалетов, кухни были общие на весь длинный коридор Там на весь этаж, допустим Здесь у каждого свои все благоустройства предусмотрено Второй этап расселения городские власти намерены завершить к концу года В новостройке должны переехать около 400 семей, собственников ветхого и аварийного жилья Кроме дома на взлетной, для них достраивается многоэтажка на улице Ускова и еще две на Солнечной Поляне После большого переезда программа переселения из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 2012 года, будет закрыта Алексей Янкин, Николай Шилко, информационный канал «Город» Почувствовать себя новоселами вчера и сегодня могли участники необычной экскурсии Познавательного тура по новостройкам Подробнее расскажет Маруся Загорска Купить квартиру в Барнауле дело непростое Сейчас в городе строится несколько десятков жилых домов и каждый по-своему уникален Высотки в Новоалтайске привлекают доступной ценой от 35 тысяч рублей за квадрат Кроме того, до центра Барнаула из пригорода можно добраться за 15 минут без пробок А вот в новых так называемых спальных районах краевой столицы прекрасная инфраструктура Я думаю, я буду еще своей дочерью, и поэтому хочу приобрести однокомнатную квартиру квадрата в 36-40 80 участников тура по новостройкам за два дня осмотрели 18 домов крупнейших застройщиков региона Стоит отметить, однокомнатные квартиры в Барнауле сейчас стоят от полутора миллионов рублей Мы ждем, что в сентябрь-октябрь спрос повысится Тем более нестабильность на внешних всех рынках присутствует И сохранять свои деньги в недвижимости всегда это самое выгодное Финансовые структуры региона и сами застройщики предлагают различные варианты покупки квартиры В ипотеку от 11% и в рассрочку на 2-3 года После тура по новостройкам несколько участников смогли окончательно определиться с выбором жилья И уже в ближайшее время намерены купить понравившиеся квартиры Маруся Загорска, Павел Лауронин, информационный канал «Город» Барнаульским молодоженам придется искать другое любимое место для фотосессии Делать их на новом мосту теперь не удастся Здесь устанавливают новые ограждения, которые разделяют проезжие и пешеходные части Перелезть через такие бордюры уверены дорожники практически невозможно Их высота 1 метр 30 сантиметров Сейчас рабочие меняют разделительные ограждения в центральной части моста Работы проводят в рамках капитального ремонта, который не проводили больше 10 лет Планируется также обновить съезды и развязки На весь объем работы с краевого бюджета выделено более 120 миллионов рублей Напоминаем, что мы ждем ваших звонков на мобильный телефон нашей редакции Если вам удалось снять любопытное видео, это не обязательно авария или пожар Звоните нам по телефону 693-403 Делитесь с нами своими достижениями, победами Рассказывайте о проблемах и трудностях в решении того или иного вопроса Напоминаю, телефон редакции 693-403 А мы продолжим Сегодня стартовал Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» В основной программе первого дня пять мероприятий Это только в Барнауле О некоторых событиях материал Ильи Кочеткова Уже в 10 утра фестиваль, что называется, летел на всех парах В Алтайской академии культуры и искусства прошел семинар для режиссеров массовых мероприятий Его провел профессор Александр Березин из Санкт-Петербурга А в два часа в кинотеатре премьера состоялся показ первого фильма кинофестиваля Картины «Дорога на Берлин» Сергея Попова Зрителей, правда, было немного, видимо, потому что торжественное открытие основной конкурсной программы состоится только завтра Те, кто пришел, решили не терять времени и прикоснуться к величайшему из искусств На кинофестивале, как правило, показывают качественные действительно российские фильмы Так сказать, не тривиальные, не раскрученные, так сказать Но, тем не менее, действительно очень хороший продукт В данные минуты на сцене Краевого театра драмы имени Шукшина идет премьера концертной программы «По дорогам войны», приуроченная к открытию шукшинских дней на Алтай Нам удалось заглянуть в святая святых, захватить часть генеральной репетиции, когда участники оттачивали последние детали выступления Атмосфера была во всех смыслах жаркая И полисадник под окном, и сад, и лук на грядок Все это вместе было дом, жилье, уют, порядок Это такой синтез, казалось бы, несочетаемых вещей, стихов, музыки, вокала С главными звездами проекта, заслуженными артистами России Екатериной Гусевой и Евгением Дятловым, пообщаться уй не удалось Во-первых, настроиться перед концертом это вам не шутки Но главное, по словам их администраторов, почетные гости не хотят заранее расхваливать проект, за который очень болеют душой Что ж, понять можно По дорогам войны вообще программа уникальная Здесь объединили свои силы столичные и алтайские исполнители По словам музыкантов, работали много и вдохновенно Своими впечатлениями от самого концерта мы поделимся с вами завтра Илья Кочетков, Александр Антропов, информационный канал «Город» Гость нашей студии сегодня, дирижер программы «По дорогам войны» Антон Жуков Он приехал к нам из Москвы Здравствуйте Здравствуйте В Барнауле вы с прошлой недели Как вам наш город? Впервые я приехал в прошлом году, был у вас в августе Когда мы работали над записью музыки к фильму «Охота жить» Сергея Никоненко по рассказам Шукшина Который в этом году и откроет программу фестиваля Замечательный город, очень добродушные и теплые люди Очень приветливо встречают и с удовольствием сюда приехал, надеюсь, еще не последний раз, как говорится Литературно-музыкальной программой «По дорогам войны» вы открыли Шукшинские дни на Алтае, поскольку это первое самое масштабное мероприятие Все ли состоялось, на ваш взгляд? Ведь артисты репетировали на местах, а совместная репетиция была буквально накануне Всегда хочется, конечно, что-то лучшее еще сделать Но я думаю, что все получилось так, как мы задумывали Потому что и с оркестром были довольно такие продуктивные репетиции Я рад, что у меня получилось приехать за много заранее до приезда в солистов И с солистами мы довольно много тоже репетировали в Москве И Женя Дятлов прилетал специально из Петербурга в Москву на несколько дней Все освободил, и мы с утра и до вечера там по много часов репетировали эту программу Программа была задумана вообще несколько лет назад Но как-то не получалось ее воплотить И когда мы работали над записью музыки в прошлом году Поступило предложение сделать программу к 70-летию Победы И я сразу предложил эту программу, и практически сразу определились и солисты Непосредственная работа с партитурами началась примерно в феврале месяца Задействован и наш детский хор Сентябринки Как вам, ребята? Чудесные ребята и замечательная Инесса Грицай, которая просто вот Она живет этим делом, и дети очень подвижные Реагируют сразу на какие-то замечания, на пожелания Вот легко было очень работать Удивительно, потому что с детьми всегда, в общем, непросто бывает работать Но с вашими я получил удовольствие Конкурсную программу Всероссийского Шукшинского кинофестиваля Открывает фильм Сергей Никоненко «Охота жить» Музыкальное сопровождение для этой картины записывал наш оркестр «Сибирь» Вы руководили процессом, все ли у вас сложилось, нашли ли общий язык? Общий язык нашли сразу, может быть, еще и потому, что было очень мало времени на все про все Мы за четыре смены, каждая смена по четыре часа была Мы записали 12 номеров к фильму, это примерно около 30 минут звучания То есть это очень много Поэтому особенно не было времени даже просто друг к другу привыкать Все работали очень компактно Много ли было дублей? Дублей было много, потому что начали писать практически сразу, без репетиции То есть режим был такой Проигрываем номер, я делаю какие-то замечания Еще раз проигрываем и сразу пишем Я знаю, что, приехав на Алтае, вы воплотили в жизнь свою давнюю мечту Если не секрет, что за мечта? И не одну На самом деле, первая мечта воплотилась в то, что я наконец-то продирижировал музыкой Валерия Гаврилина Еще студентом первого курса я услышал музыку балета «Дома дороги» И тогда уже, так сказать, мечтал, что когда-нибудь встану за дирижерский пульт И буду дирижировать эту музыку А вторая мечта в том, что я наконец-то побываю в сростках Потому что Шукшин – это любимый писатель Многое в жизни связано с его именем И побывать на его родине – это действительно мечта и большой подарок Поделитесь ближайшими планами Продолжите ли совместную работу с нашим оркестром? Я бы с удовольствием ее, конечно, продолжил Но, в принципе, уже вот есть одно предложение Надеюсь, что оно состоится Это в начале октября Задумана программа, которая будет называться «Пой песню, поэт» Посвящена она будет сразу двум юбилеям Это 120-летие Сергея Есенина И столетие Георгия Северидова Солистом будет выступать народный артист России Сергей Никоненко Который был первым Есениным в кино Спасибо вам за эту любопытную беседу Спасибо большое Я напоминаю, что сегодня гость нашей студии Дирижер Антон Жуков Участник всероссийских шукшинских дней на Алтай Мультфильм «Приключения Птицелова Коли» Созданный барнаульскими детьми Занял второе место на фестивале «Мультгорой» в Красноярске А также получил особый диплом за легкость, искренность и свободу художества Творческое видеопоздравление ребятишкам и их родителям Прислали организаторы фестиваля В конкурсе приняло участие более 650 мультиков из 50 городов страны А также из Украины, Казахстана и даже Израиля 80 мультфильмов попали в шорт-лист И только самые лучшие заняли призовые места У жюри был нелегкий выбор В барнаульской студии мультипликации «Листик чистой правды» занимаются 40 ребятишек При этом дети не только самостоятельно рисуют персонажей, но и придумывают сценарий к мультикам Педагоги помогают в монтаже и звукозаписи Работа над каждой сказкой очень кропотливая Ведь ради одной секунды видео нужно сделать более десятков фотокадров В этом году студия выпустила 12 мультфильмов Замечательный канал ТВ Город Если надо новости посмотреть в Барнаульске То другого источника для хороших сюжетов я лично не знаю А что хочется пожелать Желаю вам больше интересных сюжетов Больше классных новостей Больше длинных интервью Больше талантливых сотрудников И долгих лет жизни Не поет с Евгением Дятловым, но тоже знаменита на всю страну Алтайская спортсменка Екатерина Гусева выиграла всероссийский чемпионат по пожарно-прикладному спорту Об этом и не только в нашем спортивном обзоре Начнем с земноводных знаменитостей Алтайские вейкбордисты заняли третье общекомандное место на открытом чемпионате России Проходившем в Санкт-Петербурге В самой престижной категории опенмен на четвертое место откатал 19-летний барнаульский вейкбордист Александр Бослер В итоге у команды алтайских экстремалов бронза Уступили только хозяевам соревнований и московским вейкбордистам Это лучший результат для наших спортсменов за всю историю Бослер и компания так держать Красивая, знаменитая, но не актриса Алтайская спортсменка Екатерина Гусева выиграла 24-й чемпионат России по пожарно-прикладному спорту В дисциплине полоса препятствий, прошедшему в Челябинске И даже установила новый рекорд России 16,41 секунды Это тебе не с Дятловым, конечно, петь, но все равно Ну и на десерт самое вкусное Прямо в эти минуты барнаульская «Динамо» играет свой первый матч В футбольном чемпионате России «Зона Восток» Соперник – команда Якутия Из города, вы не поверите, Якутска Подробный анализ матча смотрите в нашем завтрашнем репортаже А сейчас оценка болельщиками новой формы, представленной «Динамо» на последней пресс-конференции Напомню, выглядит она вот так Синяя домашка, желтая на выезд Ну все, косим под Бразилию, лишь бы помогло Синие трусы и желтые футболки плюс сток к дриблингу и точности удара И впрямь похожий, а если с дриблингом поможет, вообще шикарно будет Так недалеко и до выхода в ФНЛ Слава Украине, что ли? Что интересно, и на эту форму похоже Ну а жовто-блокитных нынче модно либо плохо, либо ничего Так что оставим без комментариев Лучший «Але-Але! Динамо! Вперед!» Михаил Ширин, информационный канал «Город» Двадцатилетие канала – это крупное событие Потому что средства массовой информации не часто доживают до этого уровня Это говорит о том, что канал востребован Востребован он, имеет очень серьезную, постоянно нарастающую, заинтересованную публику И о погоде В четверг в Барнауле ветер юго-западный порывистый Ночью и днем синоптики прогнозируют дождь с грозой Температура от плюс 17 до 19 в ночное время Днем 26-28 Очередной выпуск нашей программы смотрите уже завтра в 19.30 на канале ТНТ А на сегодня это все До встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин